1 октября в Кыргызстане отметили Международный день пожилых людей. По этому случаю в столице было организовано ряд мероприятий. Почему важно оказывать каждодневное внимание нашим пожилым гражданам, а не только по праздникам, и какую помощь оказывает столичный муниципалитет, узнаем сегодня в программе «Акцент город». Меня зовут Челпон Медедбекова. Добрый вечер. И для обсуждения нашей темы сегодня у нас в гостях заместитель Акима Октябрьского района Куламбаева Асель Мундузбаевна. Добрый вечер, Асель Мундузбаевна. Добро пожаловать в нашу студию. И перед началом нашей беседы, уважаемые телезрители, хочу обратиться к вам. Если у вас также появятся вопросы, вы можете позвонить нам в студию по номеру 0312 59 20 55. Наш номер вы видите у себя на экранах. Итак, приступим к беседе. И мой первый вопрос. Поговорим о том, какой праздник вы устроили накануне в Бешкеке. Расскажите, какие мероприятия провели в честь Международного дня пожилых людей? Спасибо. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших пожилых, всех наших родителей, наших бабушек и дедушек с праздником. Как хорошо, что у нас есть в Кыргызстане один день, когда мы можем уделить им внимание, поздравить их, организовать какие-то концерты. Помимо того, что первый день октября считается Днем пожилых людей, еще по городу проходит месячник. То есть месячник посвящен вниманию и заботу пожилым людям, когда все могут оказывать внимание нашим наставникам, помогать им. А вообще, конечно же, по всему городу, по всем четырем районам у нас были проведены масштабные мероприятия, на которых все четыре района организовывали концертные мероприятия. Допустим, вот у нас в Октябрьском районе мы у себя в Акемиате организовали концерт, на который мы пригласили золотые пары, которые уже совместно прожили более 50, 60, 70 лет. Для них организована была концертная программа с участием тех же хоров из пенсионеров, которые на досуге занимаются именно пением. Ну и, конечно же, концертная программа с участием детей, из консерватории к нам приходили. Очень важно, что, знаете, они же целый год ждут этого праздника. Они хотят, чтобы им оказали внимание. Вообще, если взять по Октябрьскому району, у нас более 19 тысяч пенсионеров, да, из них у нас порядка 4 тысяч у нас стоят на учете, которым мы всегда помогаем. Не только, конечно, в праздничные дни, но и постоянно, да, в течение года. Также у нас в районе есть 4 жителя, которым более 100 лет. Это, конечно же, наш Аким Максим Валерьевич Ситников посетил их на дому, поздравил с праздником, ну, подарил памятный подарок. Вообще, если посмотреть, знаете, вот по классификации ВОЗ, то долгожителями считаются люди, уже прожившие более 90 лет, да. Именно пожилой возраст, он идёт от 60 лет, от 60 и до 75 лет. До 6 лет – это такой средний возраст, поэтому мы зачастую, знаете, уже очень рано, когда уже выходят люди на писью, говорят, да, мы уже вот старые. Нет, то есть они ещё молодые, когда могут очень активно принимать у нас участие, да, вот в нашей общественной жизни. Кроме концертной программы, что ещё было предусмотрено? Конечно же, помимо концертной программы, у нас же есть вот пенсионеры, которые находятся у нас на учёте, это вот малоимущие пенсионеры, да. И вот в этом году мы 880 пенсионерам перечислили, как в честь праздника, по 500 сон. Помимо этого, вот этим золотым парам есть памятные подарки, конечно же, цветы, ну и также... А сколько золотых пар? У нас была 71 золотая пара, одна пара была, которая уже прожила 70 лет, ну и мы поздравляли тем, кому именно именные даты были, да, которые 50, 55, 60, 65, 70. И знаете, мне очень приятно было увидеть среди этих золотых пар моего наставника, моего учителя Зурдина, вашего Зурдиновича. Он пришёл со своей супругой и, ну как, тоже оказались среди наших почётных гостей. Вот вы ранее сказали о том, что вот как бы ежегодно, да, объявляется в рамках Международного дня пожилых людей месячник. В этом году какова тематика данного месячника, какова цель её, что будет организовано мэрией Бишкека? Ну, знаете, вот тематика, она одна всегда. Очень важно именно нашему поколению, старшему, да, оказывать внимание и заботу. Помимо Акимеата, вот, допустим, у нас все школы, да, вот все школы в этот день, и не только в этот день, но и в последующий течение месяца, у них есть тоже свои пожилые, куда они ходят, им помогают, дарят подарки. Для них, для старшего поколения, важно не только, вот, знаете, вот какая-то материальная помощь, да, но и внимание. То есть каждый хочет получить внимание, и вот со стороны не только вот государственных предприятий, да, но и коммерческие предприятия тоже оказывают внимание. Ездят в дома престарелых, помогают, да, ездят к одиноким пенсионерам, организовывают зачастую вот обеды. Допустим, вот у нас вот в МТУ есть те или иные компании, которые оказывают спонсорскую помощь и приглашают их на обед, где они могут просто пообщаться, поделиться с друг другом, да, ну, увидеть друг друга. А как Вы считаете, в чём состоит основная цель проведения подобных акций, мероприятий? Основная цель, очень важно, чтобы наше старшее поколение чувствовало нашу заботу и опору. Очень важно, чтобы они понимали, что их не забыли, что они в любую трудную минуту могут обратиться к нам. Вот, допустим, вот у нас в Акимяте практически каждый день, да, у нас вот приходят пенсионеры, просят ту или иную помощь, как я уже сказала, что у нас на учёте стоит 4 тысячи, да, пенсионеров, которые там малоимущие пенсионеры, которые нуждаются в помощи, зачастую бывает, что они там болеют, не хватает у них денег на лекарства. Таким мы можем оказывать один раз в год материальную помощь, которую они могут применить для лечения, да, также у нас есть помощь, которая оказывается, как для, выделяются деньги для зубопротезирования. Помимо этого у нас же есть ещё одинокие пенсионеры, у нас вот на районе 184 пенсионера, которые вот одинокие и лежачие, к ним у нас ходят социальные работники. Социальные работники один раз в день им приносят обязательно горячую еду, приносят горячую еду, помогают по дому, да, если есть необходимость заплатить за квитанции, они ходят, платят за квитанции. То есть это ваши работники? Да, это наши социальные работники, которые вот работают в управлении социального развития Октябрьского района, ну и по всему городу у нас. Спасибо. Сейчас мы переходим на короткую рекламную паузу, после чего продолжим нашу беседу. Уважаемые телезрители, вы смотрите телепроект Акцент Город. Сегодняшняя наша тема, какую помощь оказывает мэрия Бишкека пожилым гражданам столицы. И у нас в гостях заместитель Акима Октябрьского района Куламба Василь Мундозбаевна. Ранее вы рассказали о том, что в год каждый пожилой гражданин в Бишкеке получает по 500 сомов. Это как бы единовременная выплата, да, поддержка со стороны муниципалитета. А в честь праздника было ли предусмотрено какие-нибудь стипендии, субсидии? Вот я уточню, да, что вот в честь праздника, в честь праздника, да, им вот единовременно перечисляется вот на почту 500 сомов. А, это как раз таки в честь праздника? Да, это в честь праздника. Помимо этого, как я уже сказала, что наши пенсионеры, которые стоят вот на учете, они могут обращаться за материальной помощью, которая выдается один раз в год. Вот, допустим, да, вот ему необходимы деньги на лечение, но ему не хватает, так как сейчас лекарства покупать надо, обследование. Они могут обратиться в Акимят и получить ту или иную сумму, как материальная помощь. А есть ли вот максимальный предел этой суммы? Ну, знаете, вот все зависит от того, насколько он нуждается, да, допустим. Очень же много таких, есть одинокие пенсионеры, есть те инвалиды, да, инвалиды первой, второй группы есть, есть одинокопроживающие, то есть это все как бы с первого заявка подается, потом все это классифицируется, и мы смотрим действительно, кто в какой сумме нуждается. Ну, это может быть сумма и до 5000 сомов, да. А вот максимум? Ну, максимум. Ну, знаете, вот это все индивидуально, потому что действительно бывают такие случаи, когда есть необходимость, да, вот помочь и более 5000 сомов. Какая еще работа ведется? Вообще у нас в Бишкеке есть еще пансион Ардагер, куда мы отправляем наших пенсионеров на такую реабилитацию на один месяц, на 30 дней. Они могут два раза в год получить эту путевку, да, там очень хорошее питание, там есть врачи, медсестры, которые за ними присматривают, они получают физию лечения, по утрам они получают гимнастику, да, то есть это очень хорошо и очень полезно для наших пенсионеров, когда они могут выйти из своего дома и пообщаться с другими, да, вот соратниками. А получается, это проводится один раз в год, да? Он имеет право получить два раза путевку, да, потому что там же очень... То есть каждый пожилой житель Бишкека имеет право два раза в год вот обратиться, то есть получить вот такие вот услуги, да? Да. А об этом знают как бы наши граждане? Знаете, вот нужно отмечить, что с каждым годом число пенсионеров, которые вот стоят у нас на учете, все-таки я, наверное, скажу, что... Увеличивается. У нас же вот пенсионеров много, как я уже сказала, у нас по Октябрьскому району только, да, 19 853 пенсионера. Из них, которые у нас на учете, это где-то 4 тысячи, из них малоимущих 1635. Эти мы услуги первоначально предоставляем именно нуждающимся пенсионерам, да. Потому что, ну, вы видите, их тоже очень большое количество, да, если даже взять общее число пенсионеров, то где-то 10... Более 83 тысяч, да, Бишкекек? Да. И где-то, получается, 10% наших пенсионеров нуждаются в нашей социальной поддержке, да. Вот в первую очередь, конечно же, мы им оказываем такую помощь. Но для всего же города, для всех пенсионеров у нас есть бесплатный проезд, да, на транспорте. Есть также вот для малоимущих ежеквартальные стипендии тоже есть. Ну, в зависимости тоже от категории, да, это инвалид Великой Отечественной войны или же труженик тыла. То есть, ну, там тоже идут вот разные классификации. Ну, вот хочу сказать, что действительно ежедневно к нам обращаются пенсионеры за помощью, да. А вот помимо финансовой помощи пожилым гражданам, какие мероприятия проводятся или должны проводиться, чтобы они, наши пожилые граждане, активно вовлекались как бы в общественную жизнь? Знаете, вот я вот хочу сказать, что именно вот наши вот пенсионеры, наши старшие поколения, они очень активно участвуют в общественной жизни всего города. Ну, во-первых, начнем с того, что у них закалка такая, да, еще советская закалка. Да, они сами по себе активны, они никогда не стоят в стороне, они активное участие принимают на всех мероприятиях, да, будь то это какие-то праздники, будь то День независимости, там, Новый год. У нас много мероприятий проходит в наших муниципальных территориальных управлений, да, и суды Аксакалов, да, вот наши ББЧ, то есть именно они у нас являются активистами, нашего района, да. У нас же как много еще домкоманов, руководителей ТСЖ, да, и все они очень активны, борются за свои права. Поэтому мы всегда их приглашаем на такие мероприятия. Спасибо. Дорогие телезрители, я напомню вам, что сегодняшняя наша тема, какая помощь оказывается мэрии Бишкека для наших пожилых граждан столицы, и у нас в гостях заместитель Акима Октябрьского района Куламбаева Асель Мундузбаевна. Вы также можете принять участие в нашей беседе, позвонив по номеру 0312 59 2055. Наш номер вы видите у себя на экранах. Есть ли какие-нибудь творческие, скажем так, кружки для наших бабушек? Вот, как я уже ранее сказала, у нас есть вот творческие группы такие, как Красная Гвоздика, Хор Ветеран, да, и вот они приходили к нам на День пожилых людей на концерт и пели песни. Знаете, я хочу отметить, да, что за день до этого, насколько они ответственны, да, они пришли, они репетировали, и, знаете, они получают от этого такое вдохновение. У нас много таких вот активистов, которые именно занимаются вот хором, пением, да. Есть также активисты, которые вот занимаются тем же вязанием. Вообще у нас, конечно, в планах есть такое, чтобы их больше соприкосновать с нашими молодыми, да, со школьниками, потому что наше новое поколение подрастающее, оно нуждается в том, чтобы они могли передать те или иные устои, да, потому что все равно их жизненный опыт важен для каждого. Спасибо. Часто ли к вам обращаются пожилые граждане, и с какими проблемами обращаются чаще всего? Да. К сожалению, у нас очень много одиноких пенсионеров, которым зачастую, как я уже сказала, что они не могут сходить, да, вот на тот же рынок, купить себе продуктов, которым нуждаются в материальной помощи. Очень много таких, которые приходят к нам за помощью. Конечно же, есть случаи, когда мы помогаем, да, когда мы можем помочь, но есть и те случаи, когда мы не можем помочь, и потому что заболевания тоже разные, да, а суммы для лечения тоже очень разные, потому что бывают большие суммы. Мы, к сожалению, не можем там заплатить 60 тысяч сумму, да, или более для того, чтобы произвести те или иные операции, потому что, ну, вы сами знаете, что растет количество коронарных заболеваний сердца, да, а они нуждаются в таком дорогостоящем лечении. То есть примерно вот такие, да, проблемы? Да, такие вот основные проблемы. Как вы считаете, на должном ли уровне оказывается поддержка, внимание со стороны муниципалитета непосредственно? Конечно же, хотелось бы помогать больше. Потому что, ну, те суммы, которые мы даем, да, даже тот же 500 суммов, они хотят получать не 500 суммов, а более, да. Хотелось бы, чтобы у них были те места, где они могли вот собираться, да, чтобы у них было место, где они могли бы общаться. И если вы помните, вот раньше такие дворы были, где вот собирались, играли те же вот домино, да, вот скажем. Сейчас вот у нас в основном как акцент идет на то, чтобы строить детские, да, вот детские площадки. И, конечно же, хочется, чтобы у нас и были те площадки, где могли бы уже заниматься наше старшее поколение. У нас на районе устанавливаются, допустим, те же воркауты. Они рассчитаны на детей, но мы также просим, чтобы они устанавливали такие воркауты, на которых могли бы заниматься наши пенсионеры. Сейчас у нас очень активно идет, как вы видите, знаете, очень активно строятся парки, скверы, да. И нужно отметить, что в вечернее время, когда ходишь по этим паркам, видно, да, что наши вот бабушки, дедушки, взявшись за руки, гуляют по этим паркам. Ну и хочется им что-то еще такое, чтобы более активное что-то было. Конечно же, есть куда расти, и мы любые идеи поддерживаем, смотрим, где и как мы можем им помочь. Мне кажется, основная проблема нуждающихся наших пожилых граждан это все-таки финансовая поддержка им необходима. В любом случае, и старые же, и сейчас вы сами знаете, лекарство тоже очень дорогое. дорогое, чтобы как-то больше, чтобы вот эта вот сумма, которую вы выделяете ежегодно, была больше, что необходимо делать для этого? Ну, вообще, если смотреть вообще на общую ситуацию, да, то нужно отметить, что у нас средняя продолжительность жизни, оно растет, да, если, допустим, сравнить, скажем, с послевоенным временем, что тогда это было, скажем, 56-60 лет, да, то сейчас средняя продолжительность жизни у нас в Кыргызстане это 70 лет. Конечно же, количество пенсионеров и пожилых людей у нас будет с каждым годом расти. И это показатель того, что общая социальная ситуация у нас в стране улучшается, да. Но, видите, есть и то, что они нуждаются больше в помощи, соответственно, что нужно больше им помогать, то есть это уже суммы, да, должны быть выше. И у нас, получается, вот растет именно поколение, которое уже пенсионного возраста, и для них тоже нужно организовать досуг, потому что они не работают, они дома, и, соответственно, что нужно им правильно распределять свой день, да. Я вас перебью на этом месте. Дело в том, что нам дозвонился горожанин со своим вопросом. Добрый вечер, вы на линии, мы вас слушаем. Я хочу выразить огромную благодарность вот от нас, от пожилых людей, центральной скорой помощи, которые приезжают к нам через пять минут, которые настолько внимательно относятся именно к нам, больным, пожилым людям. Вы знаете, еще утром будет сдавать смену, позвонит центральной скорой помощи и спросит, Света Иде, как вы себя чувствуете? Вы знаете, я плачу. Даже сын таких слов мне не говорит, как вот, пожалуйста, центральная скорая помощь. Огромная благодарность выношу в пятой поликлинике. Значит, в конце сентября нас всех пригласили на обследование. Обследование было бесплатно. Во-первых, все без очереди, старики, кто мог, пришли и обследовали. И в течение месяца везде стояли врачи, мерили всем давление. Это дорогого стоит. Вот, еще огромное спасибо, хочу благодарно сказать нашему Свердловскому Ахимиату. Вот в этом году меня пригласили на 8 марта. В «Вилармонию». Я получила такое удовольствие, такой концерт я слушала. Чон и Ахмат вам, Кыргызы, как вы к нам относитесь. Мне повезло, что я в этой стране родилась, живу и умру. Спасибо вам, Света Ильича, за самые добрые пожелания. Самое главное, будьте здоровы. И действительно, материальная помощь. Самое главное – это внимание. Спасибо вам. Спасибо за ваше пожелание. Конечно, очень приятно слушать от наших бабушек, дедушек слова благодарности. Главное, чтобы они были довольны, жили в комфорте, в комфортных условиях. Пожалуйста, можете продолжить. Ну, во-первых, я, Светлана Ивановна, хочу сказать спасибо, потому что, знаете, когда очень важно получать какую-то обратную связь, да? И она говорит слова благодарности нашей скорой помощи. Ну, мы привыкли к тому, что скорая помощь всегда ругает, что на него время доезжает, что опаздывает, да? Но, видите, вот есть случаи, когда вот люди благодарят. Как мы уже заметили, да, вот со слов Светланы Ивановны, очень важно внимание. И первое, это здоровье, да? То есть, ну, всегда же вот люди пожилого возраста, для них вот здоровье тоже очень важно. Мы тоже сегодня вот разговаривали с Ассией Танисбайной, это директор ОЦСМ района Октябрьского района. Тоже они будут, уже до этого проводили, да, тоже месячные, когда они мерили давление. Сейчас вот уже по долгожителям, по пожилым будут обходы на дому, да, чтобы посмотрели тоже. Конечно же, все это же бесплатно, потому что для нас очень важно их здоровье. Всегда болезнь легче предупредить, нежели его лечить. Вот возвращаясь к моему вопросу, как-нибудь вот проводите ли вы совместную работу, скажем так, обычно с донорами, с донорами, которые готовы оказать как бы финансовую поддержку. Вот в этом русле какая работа проводится? Конечно же, не без этого, да, вот у нас есть доноры, тот же красный полумесяц, да, который помогает. У нас же очень много пенсионеров, которые не передвигаются, которым нужны инвалидные коляски, да, вот с этими тоже они помогают. Помимо этого, бывают такие меценаты, которые помогают с лекарственными препаратами, да, потому что, наверное, каждый уже пенсионер пьет те или иные лекарства, и тем более это постоянно, да. Поэтому такая работа, конечно же, ведется. Но хотелось бы, чтобы, знаете, вот внимания было, наверное, все-таки больше, потому что в том же транспорте, да, в тех же очередях, в тех же каких-то вот центрах, где вот очень много общества, чтобы больше все-таки выражали к ним внимание и уважение. Спасибо. Нам дозвонился еще один телезритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вы на линии. Здравствуйте. Саламатспы, угот а вас здесь? Да, как вы сказали, что это было? Было. Было. Байкал, учок-то же. Продолжение следует... 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 Уважаемые телезрители, вы смотрите телепроект «Акцент город». Сегодняшняя наша тема. Какая помощь оказывается мэрии Бишкека пожилым гражданам столицы? Для обсуждения нашей темы у нас в гостях заместитель Акима Октябрьского района Куламбаева Асель Мундузбаевна. Асель Мундузбаевна, хочется спросить у вас, а сколько домов-интернатов есть в Бишкеке и какие там условия? Ну вообще в городе Бишкек у нас есть два таких дома. Это вот по Ленинскому району, там престарелых, и значит в Первомайском районе. В Первомайском районе это больше республиканского значения. Туда у нас поступают нуждающиеся, наверное, со всего Кыргызстана. Условия, допустим, вот именно вот дома престарелых, которые находятся на улице Абая в Первомайском районе, очень хорошие. Знаете, вот там даже есть такие пары, которые нашли себя там друг друга, да? Женятся. Да, они там женятся. А когда им женятся, им выделяют отдельную комнату, они там живут. Конечно же, условия там хорошие, но все равно им не хватает вот этого семейного, да, семейного чага. Потому что, знаете, они все все равно вот нуждаются, да, в том, чтобы у них была семья, дети, внуки приходили. Конечно же, есть семьи, у которых вот есть дети, но вот они вот привезли, оставили родителей. Есть такие родители, знаете, у которых просто дети были, но они, возможно, что умерли, да? У каждого там своя история, у каждого своя история, и их послушать, ну, это как бы горько, да? Да, но условия там хорошие, там у нас, допустим, проживает сейчас порядка где-то 200 с лишним там людей. Условия, там есть такие же условия для лежачих пенсионеров, которые вот там живут, лечатся. Они заботятся, да? С постельным режимом, да, о них заботятся. У них питание хорошее, у них есть библиотеки, к ним зачастую вот на все эти праздники приезжают, да? Она, айтар, да? Обязательно барб, харр-вилюрг, барб, таджат-амбирши, да, поздравляю. Поздравляю, да, помогаете, ага. И вот хочется узнать вот ваше мнение, все-таки то, что существуют дома-интернаты для престарелых, это как бы актуальная, наверное, проблема современного общества. Как вы считаете, почему все-таки дети оставляют своих родителей? Знаете, вот мы вот когда вот ходили туда, каждый рассказывает свою судьбу, и иногда ты понимаешь, что, наверное, это судьба. Знаете, вот нельзя сказать, вот в этой жизни виновата там сам человек или же дети, да? Но, к сожалению, вот, наверное, время такое, что и количество таких вот наших пожилых людей, которые остаются потом уже в одиночестве, их количество растет. Много таких, которые просто дети уехали, да, допустим, уехали из Кыргызстана в ближнее-дальнее зарубежье, но они не хотят сами покидать Кыргызстан. Они любят Кыргызстан, они говорят, ну, я всю жизнь, говорит, здесь прожил, ну, я и здесь умру, да? То есть, как бы, это их желание, это их выбор. Бывают те, которые, к сожалению, у нас-то сейчас растет количество людей, которые без определенного места жительства, да, они вот в зимний период замерзают, да, становятся инвалидами, а куда им идти? Ну, вот, их вот помещают, дом престарелых помещают. Есть такие вот родители, у которых есть дети, которые есть семьи, но, к сожалению, они не уживаются вот в семье, и их, да, и их просто вот привозят. Сами же дети, да? Сами же дети. Есть не те, которые говорят, да, у меня есть дети, но я не хочу с ними, я хочу вот здесь, мне здесь комфортно, мне здесь нравится. У нас есть телефонный звонок, давайте мы примем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, конечно, вот, типа, мест, но вот помочь пенсионеру восстановить справедливость, такое у вас можно или нет? Ну, в каком вопросе, да, если это действительно... Ну, допустим, я уже 4 года на пенсии. Когда я уходил на пенсию, моих данных о том, что я служили, проработал в Коснабе, нигде не было, не оказалось. Где только я их не искал, по всему городу, во всех архивах, нет данных. И мне дали миллионную пенсию в 2000 тонн. Вот, потому что у меня всего полтора года стажа в в Коснабе пригорода, и в Коснабе пригорода, и в Коснабе пригорода. Вот сейчас недавно я все равно искал. И вот нашел вот у маленьких архивчик, который находится на Пешкеке, и там есть мои данные. Ну, спасибо, что там они оказались. Простите, вы откуда звоните? С рабочего-то, в Коснабе, в Коснабе. Нет, имеется в виду, с какого района Пешкека? Ленинского района. Ленинского района Пешкека, да. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Ну, то, понимаете, они не хотят пересчитывать пенсию, а говорят, что с момента подачи. Ну, как, с момента подачи, там, у меня не получается. А надо с самого начала бы мне пересчитать пенсию, коль я нашел данные. Спасибо. Ага. Спасибо за вопрос, но постараюсь на него ответить. Вообще, конечно, всем пенсионным фондом у нас занимается социальный фонд, который начисляет заработную плату. Но бывает такое, что действительно обращаются к нам в Акимеат с письмом, действительно, с тем возражением. Говорят, я столько лет работала, но, к сожалению, мне начислили пенсию, вот, там, 2 или 3 тысячи сомов. Просит помощи, да. Конечно же, если обратились к нам в Акимеат с письмом, то есть так же он может обратиться, да, в Акимеат, то мы все равно это письмо переправляем наш соцфонд. Они же могут обратиться, да, вот, по своему району, по Ленинскому району в соцфонд, и там запрашивают. Там действительно, да, если он говорит, я работал в тех или иных местах, они делают запрос, они делают запрос в архивы, и эти данные вытаскивают. А затем идет перерасчет пенсии. Спасибо. До этого мы говорили о домах престарелых для пожилых граждан Бишкики. А что нужно, как вы считаете, что нужно делать для того, чтобы общество понимало, что это, как бы, большая трагедия, что нельзя так делать, что жизнь, как бы, это бумеранг? Ну, знаете, вот, вы абсолютно правы, когда говорите, жизнь — это бумеранг, да, потому что, знаете, вот даже есть вот эти социальные ролики, которые у нас крутят по тому же телевидению, есть в средствах массовой информации, в тех же социальных сетях, которые именно влияют на сознание наших детей, наших молодых. Нужно всегда говорить о том, что мы не будем всегда вечно молодыми, да. Каждого из нас ждет старость. И какая она будет, зависит только от нас, да, и от того общества, в котором мы живем. Если сейчас, допустим, да, вот растут дети, поколения, которые, знаете, вот немного равнодушны, к сожалению, вот это поколение, оно тоже достигнет того возраста, когда им будет 60-70 лет, да, я думаю, что этих проблем у них будет больше. Почему я говорю о том, что очень важно, чтобы, знаете, вот наши пожилые, да, вот наши взрослые всегда разговаривали с нашими детьми, да, потому что это и есть наставничество. Они передают все те традиции, все национальные традиции, да, что такое хорошо и что такое плохо, правильно? И если постоянно вот проводить работу среди нашего же населения, говорить о том, что это оно вернется к тебе же, и показывать те же вот социальные ролики, мы же люди, мы все это воспринимаем, я думаю, что можем достучаться до каждого человека, да, и когда он действительно будет, знаете, вот с уважением относиться к нашим престарелым, да, к нашим пожилым, потому что мы видим равнодушие. Самое страшное — это равнодушие, когда вот идёт пожилой человек, да, рядом проходит молодой человек и даже не поможет, скажем, ему подняться по лестнице, да, или же открыть дверь в магазин, или же взять ту же вот сумочку и донести его до дома. Как вот в советское время называли таких, отряды были, Тимур и его команда, да? Да, Тимуровцы. Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, я бы хотела бы обратиться, да, к нашим телезрителям, поздравить ещё раз их с праздником и пожелать им самое главное — здоровья. Пусть у них будет здоровье крепкое, жизнь счастливая и долгая. И чтобы всегда их окружали сабота и любовь близких людей. Это для них очень важно, потому что именно на этом продлевается их жизнь с праздником. Спасибо, Асельмун Дузбаевна, что пришли, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, на этой ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч. Будьте на пирамиде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова